всем привет в этом видео хотел продемонстрировать как установить и запустить visual studio код на андроиде вот он будет работать в виде сервера вот и к нему можно будет подключаться из браузера вот и для того чтобы писать именно уже код на node.js вот и писать его в среде visual studio код так первым делом нам необходимо обновить текущие настройки репозицию текущие даже репозитории это апдейт апдейт вот процесс довольно таки длительный с определенными так скажем шагами в процессе обновления и установки нас будет несколько раз спрашивать о подтверждении действий поэтому далеко не отходим от телефона на все вопросы которые он будет спрашивать мы просто нажимаем enter то есть либо буковку n по умолчанию как они предлагают вот и дожидаемся таких этапов будет несколько 1 2 и 3 но в данном случае у меня на телефоне их всего лишь три даже дмитри 4 после этого мы попадаем обратно в терминал и на приглашение установки следующий следующее что нам необходимо будет установить это package install python python yarn и гид это три основные программы программы три основных пакета которые будут требоваться для дальнейшей работы также нам будет необходимо еще установить node.js но node.js я установлю отдельно и продемонстрируешь какой именно команда я его установлю то есть у меня сейчас на экране открыта небольшая справка и в этой справке указан пакет просто node.js и на текущий момент записи данного видео node.js именно вот этот пакет он версии 18.10 вот который не совместима с самим код сервером который мы будем устанавливать вот и для того чтобы так скажем реализовать эту совместимость и установить ненужную версию нам необходимо будет устанавливать немножечко используя немножечко другой пакет он называется как package diffuse lts то есть стабильная версия которая версии 16 16 15 на текущий момент вот и пока я тут говорил на фоне установился python yarn и гид теперь давайте установим package install node.js минус lts то есть это версия 16 мы сейчас увидим о том что она такая будет в терминале будет написано что он он пакет джин анпакинг node.js lts версии 16 15 1 вот как раз она нам и нужно после этого мы можем смело уже попробовать то есть не не установить но по крайней мере попробовать то есть yarn global add код сервер вот после выполнения данной команды у нас будет ошибка вот и я сейчас как раз и продемонстрирую ошибка это воспроизводится чуть ли не постоянно чуть ли не всегда поэтому заодно и покажу продемонстрирую на видео как она решается с помощью каких путей ошибка заключается в том что мы видим есть сейчас процесс сборки и там есть пакет один из трех и написано argon 2 так вот именно он и не установится он будет вываливаться вот таким вот текстом ошибки везде будет писать not прогиб error вот и так далее для того чтобы данную ошибку исправить необходимо установить пакет bin utils вот package package install bin utils вот тут в принципе даже спрашивать ничего не будет и мы можем стрелочкой вверх то есть в самом терминале есть вот такие вот стрелочки подняться до нужной нашему до предыдущей нашей команды и выполнить ее еще раз чтобы не писать заново процесс опять будет запущен так скажем изначально вот и в этот момент сейчас должно пройти пройти сборка argon 2 то есть процесс в зависимости от устройства процесс довольно таки длительный вот как видим теперь вместо argon 2 написано код сервер и пакет 3 из 3 как раз вот это нам вот это нам и нужно вот после установки в принципе мы можем обратно возвращаться к уже к запуску после установки мы видим о том что у нас процесс сборки написано successful то что установлен код сервер весе 440 ну опять таки эта версия на именно актуально на момент записи данного видео возможно у вас уже будет другая что нам дальше вообще необходимо мы в принципе с этого момента можем и запускать код сервер минус минус аус но на нон минус минус диссейбл теле 3 данная команда запускает сервер visual studio код без ввода логина и пароля то есть без какой-то дополнительной авторизации и с отключенными дополнительными сборщиками телеметрии для того чтобы упростить упростить работу данной данного сервера именно на вашем как бы на устройстве на устройстве как телефон да выполняем ее нажимаем enter у нас тут есть куча так скажем относительно логов не пугаемся везде написано инфо это хорошо и мы можем попробовать перейти на данный указанный порт данный в случае как localhost двоеточие 8080 у на в нашем просто браузере нажимаем enter перехода вот у нас загружается страница и нас приветствует тот самый visual studio код сейчас скроем просто все лишнее все то что здесь нам мешает откроем здесь терминал в браузере и напишем допустим нод минус б и посмотрим что у нас теперь доступная версия нода 16 15 1 и также npm минус в то есть наш пакетный менеджер есть он здесь или нету он тоже доступен и довольно и последняя актуальная версия это 8 11 0